Когда я смотрю на что-то, скажем, к примеру, супруга, пусть Аллах даст нам гурий. Недостаточно громко, братья. Пусть Аллах даст нам гурий. Аллаху акибар, уже лучше. Сестер здесь нет, не переживайте. Ну вот. Когда мы в раю, иншаллах, будем смотреть на нее. На ее, скажем, для примера, форму. Вот знаете, слова, которые это описывают, они такие мощные и яркие, что иной раз даже стыдно сказать обо всем этом подробно. А то братья могут сказать, брат, я сегодня ночью не уснул. Такое описание Аллах говорит, говорит, у этих слов глубокое значение. Иной раз, когда вы углубляетесь в значение арабских слов, вы краснеете от осознания смысла. Субханаллах. Это описывает движение во время полового акта. Описывает движение. Слово, используемое в Коране. Описывает идеальную форму. Субханаллах. Описывает упругость. Значение очень глубокое. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Мы с вами знаем, что девственность женщины связана с девственной плевой. Она связана с ней физически, так сказать. Так вот, это будет таким, что... Аллаху акбар. Я надеюсь, все присутствующие женаты. Аллаху акбар. Это будет таким, что... Всякий раз, когда человек будет совершать этот чистый акт. Не грязный, как это рассматривается здесь, в этой дуне. Когда после этого вам нужно принять душ. Этот акт в раю, Субханаллах, описывается как... Доставляющий такое удовольствие. А здесь остановимся, иншалла. Это будет настолько удовлетворять. Вы, наверное, смотрите на меня и думаете. А что, здесь это не удовлетворяет? Субханаллах. Суть в том, что это будет настолько сногсшибательно. Просто неописуемо. Уму непостижимо. А в дуне вы этого не получите. Чтобы было все, что вам нравится, как вам нравится и так далее. Нет. У тебя может быть самая красивая жена. Альхамдулиллах. Если она вместе с тобой трудилась, чтобы попасть в рай. Если вы вместе трудились, Аллах знает, в раю вы можете быть вместе. По воле Аллаха, Субханаллах. Но в то же время, мы должны стараться, чтобы получить это. И вы получите кое-что абсолютно совершенное. Вот возьмем, к примеру. Есть определенный цвет или форма, или... Размер, который ты хотел бы видеть. В своей супруге. В раю ты сразу же увидишь, что твоя жена в точности соответствует твоему вкусу по всем параметрам. А твой супруг сам хотел бы выглядеть определенным образом. Для своей супруги. Он или она будут, имеется в виду говоря, как для сестер, так и для братьев. Каждый для каждого будет таким, каким тот желает. То есть одно и то же. Но, это проявляется в двух разных формах для двух разных людей. Ты хочешь чего-то, и она хочет чего-то. И то, что она хочет, будет в тебе. А то, что хочешь ты, будет в ней. То есть в вас обоих будет то, что нравится друг другу. Аллаху Акбар. То есть, никаких противоречий. Там не произойдет ничего, что может кому-то как-то не понравиться. Слово «не нравится» там не существует. Мне не нравится, я не могу. Ничего такого не будет. Субханаллах. Вот так. И это пока только лишь начало. С чего все начинается? Их икры. То есть, те части ноги, которые идут ниже задней части колена. Субханаллах. Описываются как? Цвета слонового бивня. Слоновой кости. Субханаллах. Но какого происхождения? Чистейшего. Видно, чуть ли не сквозь нее. Я еще несколько минут хотел бы рассказать о гурьях. Их голос в точности по твоему вкусу. Вот прям так, как тебе нравится. Субханаллах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok